Доброе утро, уважаемые коллеги. Уважаемые участники нашего сегодняшнего вебинара. Меня зовут Василия Плеханова, я руководитель проекта СИФО Кафе, организатора нашей сегодняшней встречи с вами, онлайн-встречи. Друзья, сегодняшняя наша встреча достаточно необычная, потому что многие знают, что, конечно, российские вебинары сталкивались с необходимостью разбираться из разных своих споров в судах, и мы все знаем, как достаточно дорого это нам обходится. Но есть выход, друзья, есть выход. Судебное финансирование – это достаточно новое веяние для российской депутатии, но в мире оно получило большую распространенность. И давайте как раз с образователями платформы, создавателям платформы, сервис-платформы, как раз занимается судебным финансированием, поговорим о тех возможностях, которые есть в России, о чем, какие подводные камни, и в ближайшие полтора года у нас будет очень насыщенный, и я приглашаю вас активнее участвовать в судах, задавать свои вопросы. Давайте лучше разберемся, как мы все можем ее использовать. Друзья, а я с радостью приветствую нашему спинтеру. Это Ирина Цветкова, основатель сервис-платформы, и коллега Ирина Александровна Кононосова, партнер, водитель правового эксплуатации платформы. Я передаю всем коллегам, Доброе утро, уважаемые коллеги. Добрый день. Доброе утро, уважаемые коллеги. Доброе утро, уважаемые коллеги. Доброе утро, уважаемые коллеги. Доброе утро, уважаемые коллеги. Отлично. Честно, слышно? Видно? Угу, все отлично. Не видно, включить? Не, не видно. Все видно. Видно? Видно и слышно. И видно и слышно. Доброе утро, уважаемые коллеги. Начнем. Меня зовут Ирина Светкова, мой партнер Александр Стефановский. Мы сегодня попытаемся ответить на все вопросы касаемо судебного финансирования для спора. В апреле 2019 года мы совместно с журналом «Корпоративный юрист» провели исследование относительно того, насколько корпоративные юристы, директора юридических департаментов знакомы с такой услугой, как финансирование судебных споров. Участие приняли 175 компаний, выяснилось, что только половина из них была знакома с судебным финансированием. И из тех, кто был с ним знаком, только 5 или 8 процентов применяли его на практике. Поэтому, учитывая такое низкое знание об этом достаточно новом институте для Российской Федерации, мы решили рассказать немного сначала. Начнем прямо с самого определения. Что же такое судебное финансирование? Судебное финансирование – это услуга, при которой третья сторона инвесторов несет судебные издержки истца взамен на процент от присужденной истцу компенсации. Третья сторона инвесторов никак не связана с правовыми основаниями спора. Она исключительно финансирует спор, дабы получить прибыль. Для иностранных рынков, для Австралии, США, Великобритании, институт давно и успешно развивается, уже более 10 лет. В общем, насчитывает миллиардный рынок. А вот в США сектор финансирования судебных дел по средним подсчетам где-то… Так, будем включать презентацию. В общем, где-то насчитывает приблизительно не менее 5 миллиардов долларов, Австралии – 3 миллиарда, и вот рынок Великобритании насчитывает где-то приблизительно 1,5 миллиарда долларов. Недавно Чемберс впервые подводил на рейтинге компании, в общем, и назвал основных игроков на этом рынке. Среди них есть как публичные, так и не публичные фонды. Рынок финансирования на Западе достаточно жестко поделен. Поделен именно среди различных игроков с различными капиталами. И, в общем, достаточно конкурентный. Что касается России, то судебное финансирование сюда пришло недавно. Мы его связываем именно с приходом платформы, когда, в общем, начались первые статьи, вебинары, семинары на эту тематику, и пошли реальные кейсы, которые стали поступать в прессу. По нашим подсчетам рынок Российской Федерации, наверное, где-то можно оценить в 100 миллиардов рублей. Теперь давайте поговорим про, соответственно, кто же стороны судебного финансирования. Ну, понятно, что это истцы, которые привлекают капиталы, привлекают финансы для разбирательства в судебных процессах. Эти истцы могут быть как физические, так и юридические компании, которым требуются финансы. Будет неправильно утверждать, что это истцы, которые не платежеспособны ищут деньги. Как показывает практика, даже вполне платежеспособные компании приходят к судебным инвесторам для того, чтобы привлечь финансы для покрытия своих судебных расходов. Потому как, в общем, плюсы от судебного финансирования стали понятны и в этом есть экономическая целесообразность. И вот мой коллега будет чуть попозже подробнее об этом говорить. Соответственно, следующая сторона – это инвесторы, которые инвестируют в определенные далеко не все дела и получают до 50% от суммы выигрыша. Средняя доходность таких инвестиций даже западные игроки определяют не менее 30% годовых. На сегодняшний день считается одной из, понятно, что высокорискованных активов вложений, но при этом и высокодоходных. Ну и третья сторона, которая участвует в судебном финансировании. А вот кто-то пишет, что ничего не слышно. А сейчас все слышно? Все слышно? Отлично. Соответственно, это юридические компании, которые привлекают для своих клиентов такое финансирование. Почему они это делают? Потому как, во-первых, это гарантия их оплаты. Очень часто, что сами инвестиции самостоятельно не могут покрывать достаточно затратные гонорары юристов и адвокатов. Соответственно, юристы, юридические компании, как никто другой, заинтересованы в привлечении судебного финансирования. Соответственно, про преимущества. Понятно, что у юристов одно из самых главных преимуществ – это то, что у него отсутствуют риски и затраты. Риски, потому что в случае проигрыша в суде судебные инвестиции не возвращаются. Таким образом, истец полностью перекладывает, сдвигает, в общем, перекладывает все риски с неблагоприятным исходом дела на инвестора. И, соответственно, у него нет ни расходов, потому что, как правило, судебные инвесторы берут на себя все расходы по делу. Хотя бывают и исключения, там могут быть частично взятые расходы на какой-либо стадии. Например, на стадии уже приведения в исполнение другой юрисдикции. Поэтому для юристов очевидны перспективы и плюсы. Единственное, что, безусловно, если в случае выигрыша, необходимо будет поделиться с инвестором частью компенсации. Но, в общем, это, так сказать, плата за риски, которые несет инвестор. У инвестора, как я уже сказала, это коммерческий интерес – заработать на деле. Поэтому инвесторы очень тщательно изучают каждый кейс. Как правило, у них есть свои собственные службы, которые анализируют либо через, так сказать, каких-либо посредников, например, в том числе через платформу, и инвесторы принимают на себя те или иные дела, несут те или иные риски. Ну и про юристов мы сказали, это гарантия оплаты их результатов, соответственно, интерес их абсолютно понятен. Соответственно, как это работает? Работает следующим образом. Во-первых, есть определенная категория дел, которые попадают под финансирование. Не финансируются уголовные дела, не финансируются административные кейсы. Что подходит под судебное финансирование? Любые коммерческие споры, где в конце стоит конкретный выигрыш в виде возмещения ущерба, денежный. Любые корпоративные споры, по идее, могут подходить под судебное финансирование. Споры по интеллектуальной собственности, вот сейчас это особая категория споров, которая набирает обороты, которая интересует инвесторов. Также некачественное наказание медицинских услуг, нарушение прав потребителей, наследственные права, ну и вот нарушение договора возмущения убытков, это понятно. Ну и на первой, наверное, строчке надо было с него начать, это, конечно же, международный коммерческий арбитраж, потому как из всех перечисленных остальных, скорее всего, он будет самым дорогим, особенно если идет разбирательство на одной территории, в одной юрисдикции, а приведение в исполнение ожидается в другой. Соответственно, расходы на арбитраж, ну, например, на лордонский арбитраж, в общем, не менее будет там от 600 тысяч долларов, и это еще не самые большие расходы, это, так сказать, для старта. Если еще туда присоединить затраты на приведение в исполнение, например, в другой юрисдикции, а если там еще требуется поиск активов и так далее, то понятно, что это вырастают многомиллионные споры. Да, коллеги, вы задаете вопросы, у меня большая просьба, сохраните эти вопросы до конца нашего выступления, и в конце, если мы не расскажем в процессе, то тогда еще раз, как бы, просто зададите нам эти вопросы, мы на них будем отвечать, чтобы сейчас в процессе не сбиваться, потому что достаточно сложно читать и маленькие вопросы и говорить. Это позволяет всем сторонам, всем сторонам средного финансирования зарабатывать. Поэтому, конечно же, для каких-то маленьких коммерческих споров, скорее всего, будет и небольшая затратность на юристов-адвокатов, если это какой-то мелкий, небольшой российский спор. Либо этот спор просто не будет интересен инвестору. Это, наверное, мы можем поговорить о каких-нибудь исключениях, но, наверное, в целом это приблизительно вот такие параметры. Соответственно, даже если дело подпадает под, неважно, международный коммерческий арбитраж или корпоративный спор или просто любой коммерческий спор, конечно же, будет сделано очень глубокий и доскональный дью-диллидженс инвестором, либо платформой в любом случае до того, как начнется финансирование. Что входит в этот дью-диллидженс? Ну, во-первых, это стороны спора. Кто этот истец, насколько, в общем, насколько этот истец известный, насколько с ним можно иметь дело, потому что бывают риски у инвесторов, связанные с тем, что у истов может возникнуть или, так сказать, правое желание рассчитываться с инвестором. Очень важно, кто такой ответчик в этом споре, есть ли у него активы, есть ли понимание, где и как их нужно искать, приблизительный бюджет на поиск этих активов, если мы понимаем, что он есть, но непонятно, в каких юрисдикциях и где он находится. Далее, правовые основания должны быть очень четко обоснованы на убытке и понимание расходов, которые мы понесем для того, чтобы их взыскать. Сроки рассмотрения будут также иметь значение для дела, потому как банкротные дела иногда часто бывают, вроде бы, с одной стороны, интересны, но понимание того, что такой спор может длиться от пяти лет и больше, потеряет свою привлекательность. Соответственно, вот эти вот основные критерии, которые очень глубоко оцениваются, после того, принимается решение о финансировании, либо нет. Соответственно, еще один слайд про преимущества для истцов, наверное, да, здесь можно остановиться еще раз и сказать, почему привлекают. Потому что, во-первых, действительно, инвестиции могут быть использованы для любых судебных расходов. Это могут быть и юридические затраты, это могут быть и экспертизы, это может быть и оценка, которая необходима, это может быть и поиск активов, различные пошлины, арбитражные пошлины, оплата услуг арбитров, переводы и другие расходы, которые требуются для проведения, например, различных процессов, в том числе и расходы на перелеты и так далее. Второе, соответственно, мы сталкивались на примере, это такой психологический фактор, когда на сторону ИСА заходит инвестор, и ответчик это говорит о том, что, значит, высокие шансы у данного кейса, раз там появляется инвестор, а также понятно, что, соответственно, будет долго и дорого противостоять в данной стороне, что не получится, так сказать, измотать ИСА своими там отложениями бесконечными и так далее. Это является психологическим и, в общем, практическим хорошим аспектом, который позволяет, может быть, не всегда очень сильному ИСЦУ противостоять достаточно серьезному отвечу, ну, именно с финансовой точки зрения. Как я уже сказала, отсутствие затрат или рисков, потому что в случае проигрыша ИСЦУ ничего не теряет, ему не надо возвращать инвестору инвестиции. И, что очень важно, ИСЦУ может позволить себе действительно высокопрофессиональную экспертизу для оценки вообще дела, есть ли смысл вообще судиться по данному делу, а также может позволить себе, благодаря инвестору, очень высокую профессиональную команду для ведения дела. Как мы знаем, в общем, юридическое сопровождение играет далеко не последнюю роль, даже в успешных делах можно проиграть, при, так сказать, неквалифицированной помощи. Соответственно, так, это преимущества, это какие споры, как ведется, как ведется due diligence, и, соответственно, из общих вопросов, наверное, а, наверное, вот еще такой вопрос, кто инвесторы, да, очень часто задают вопросы, кто инвесторы. На Западе это профессиональные игроки, профессиональные фонды, они либо публичные, либо частные, но, как правило, они исключительно занимаются финансированием судебных кейсов, они разделяются на категории, например, одни финансируют только возмещение, например, вреда здоровью, а кто-то финансирует по сумме иска, например, сумма инвестиций должна быть не менее миллиона долларов и так далее. В России такой класс инвесторов вообще пока не сложился, потому что у нас еще это не запрещено, но и нет специального регулирования, и чтобы на рынок хлынули профессиональные игроки большие, наверное, потребуется время. Сейчас это частные инвесторы, которые желают заработать на достаточно высокодоходном инструменте. Это компании, которые сами когда-то привлекали финансирование, поняли, что это интересно, и теперь они стали финансировать аналогичные споры. Это люди с юридическим бэкграунда, партнеры состоятельно-юридических компаний, которые уже не хотят ходить в суды, но прекрасно понимают, как работает этот инструмент. И вот недавно на форуме Черноземья в Воронеже выступала компания юридическая, которая сказала, мы финансируем своих истов зачастую, потому как понимаем, что, в общем, это интересно для всех сторон, поэтому, да, есть вот инвесторы с таким юридическим бэкграундом. Из общей информации, наверное, что касается рынка инвесторов, плюсов для истов, наверное, все. Я сейчас передам слово Александру. Он расскажет немного про частности для того, что будет интересно непосредственно финансовым директорам. Потом мы расскажем про конкретные кейсы, и будем отвечать на ваши вопросы. Добрый день, коллеги. Я немножко объединил, чтобы это не было чисто теоретически, то есть рассказ, почему, скажем так, исты обращаются за финансированные конкретно каких-то российских примеров. К сожалению, мы не можем называть название конкретных компаний, потому что заключены соглашения о конфиденциальности, у нас нет, скажем так, согласия на разглашение о публичных техсведениях, потому что, ну, это часто, скажем так, крупная публичная компания, которые, так сказать, не готовы раскрывать информацию о том, что, так сказать, споры финансируются там третьим лицом. Как уже моя коллега сказала, то есть не факт и не всегда, что за судебное финансирование обращаются компании, у которых, скажем так, недостаточно средств. То есть бывает и так, но в последнее время это на западе тенденция особо развита, и у нас она тоже стала проявляться, что за финансирование обращаются как раз-таки компанию, в которой с деньгами все хорошо, это крупные и какие-то и банки, и коммерческие компании, и государственные компании, но которые просто не хотят тратить, сказать, отвлекать финансы из обычной их деятельности, потому что понятно, что вложение денег и оплата юристов на всякие экспертизы, там, оценки на поиск активов, это, так сказать, не связано с профильной деятельностью, это какие-то, так сказать, непредвиденные расходы, которые могут возникать в течение года и очень сложно прогнозировать, потому что никогда не знает компания, кто из контрагентов в течение года там нарушит свои обязательства и придется обращаться в суд, либо, наоборот, кто из контрагентов подаст, соответственно, компанию, в этом случае также привлекается судебное финансирование, зачастую, когда компания хочет, так сказать, отбиться от каких-то претензий и готова платить инвестору какой-то процент от суммы, от каких-то претензий, которые с нее будут сняты. Вот, поэтому, если говорить про российский рынок, то даже на нашем опыте можно сказать, что эта тенденция проявляется у нас, то есть к нам обращались, скажем так, ну, для примера приведу один из крупных российских банков, это топ-20 банков, у которого, казалось бы, ну, и на самом деле все хорошо с деньгами, все хорошо с собственными юристами и так далее, но, как мы поняли, проблема у них системная, то есть особенно после кризиса 2014 года сложилась, когда очень много компаний банкротятся и не выплачивают многомиллиардные кредиты, и зачастую, как это бывает, то есть бенефициары по данным компаниям прячут свои активы за рубежом, то есть и поэтому, если в России, то есть они ведут дела сами и, как сказать, не нуждаются в финансировании, потому что это не так дорого стоит, как сказал моя коллега, потому что затраты все-таки за рубежом кратно больше, с учебом того, что там все-таки почасовая оплата, и, соответственно, лондонские, там, рентгеновские юристы достаточно дорогие, особенно если это хорошие юристы, а нанимать плохих юристов нет смысла, вот, поэтому расходы могут достигать, скажем так, миллионов долларов, вот, поэтому даже для, скажем так, крупного российского банка, как я сказал, 120, то есть это большие, главное, непредвиденные затраты, и момент еще касается тоже сроков, то есть в Российской Федерации достаточно четко прописаны более-менее сроки, и они выполняются, скажем так, судами по рассмотрению дел, то есть более-менее можно предвидеть, что там в первой инстанции дело будет рассматриваться, там, ну, полгода, год, там, на апелляцию, там, потребуется, там, 2-3 месяца еще примерно столько же на касацию, то есть примерно можно предвидеть временные затраты и, опять же, затраты по деньгам, потому что в России проще договориться на какую-то фиксированную оплату, допустим, за первую инстанцию, там, не знаю, утрирован, там, 500 тысяч рублей, миллион рублей, там, за вторую, за третью инстанцию тоже какая-то там определенная фиксированная сумма, то есть на Западе за фиксированную сумму договориться практически невозможно, тем более для клиентов из России, которых, скажем так, западная компания юридическая не знает, так сказать, не готова, так сказать, судиться за оплату по факту, вот, да и в таком случае, как я уже привел, к примеру, с данным банком, то есть у него был, как сказать, живой интерес и поступила от него заявка, причем не по одному делал, по нескольким таким делам, но ситуация везде была примерно схожая, то есть первое, нужно было поиск активов за рубежом этих бенефицаров, которые владеют российскими компаниями-банкротами, а второе, обращение, обзыскание на это имущество, либо путем исполнения решений российских судов, полученных здесь, допустим, о привлечении к субсидиарной ответственности, обзыскании убытков, либо судебная спорность с ними там за рубежом, уже обзыскание с них убытков, возмещение ущерба всех странах, где у них находятся активы. И в этом случае, как я уже сказал, российский банк, который может профинансировать любые, скажем так, расходы, даже многомиллионные, его позиция была мотивирована как раз тем, что он, во-первых, у него нет экспертизы по западному рынку, то есть он не понимает, какие там перспективы найти эти активы, какие перспективы взыскать эти активы, какие перспективы там судебных разбирательств, если они возникнут. Во-вторых, непонятно, какие сроки всех этих поисков активов, взыскания и судебных разбирательств, поэтому они готовы платить, скажем так, процент инвестору достаточно существенный, если инвестор берет на себя все эти расходы, начиная, как я уже сказал, с поиска активов, какие-то судебные тяжбы, если необходимо, и также расходы по обращению взыскания на эти активы. Это то, что касается, вот, поэтому в плане, скажем так, финансирования для финансовых директоров компаний, в том числе крупных российских, это представляет интерес, как раз вот с этой точки зрения, что они не отвлекают собственные средства, то есть это никак не ложится грузом на их отчетность, потому что, опять же, непредвиденные расходы нужно из каких-то других струб бюджета, допустим, выдергивать, если заранее это невозможно предвидеть, как я уже сказал, ставки почасовые, поэтому невозможно сказать, сколько там будут расходы, в зависимости от активности противоположной стороны и так далее. И поэтому есть такой интерес. Также к нам обращалась, помимо банков, тоже крупная российская компания, также одна из, сказать, стоповых российских компаний, у которых был примерно такой же интерес. Там был спор в Лондоне, спор высокозатратный, потому что требовалось также проводить различные экспертизы по доказыванию ущерба и так далее. То есть в России спор не было и по взысканию убытков. Поэтому мотивы были те же самые. Найти инвестора, который готов взять на себя расходы, чтобы не отвлекать ни собственные силы, ни ресурсы и не кортить, скажем так, отчетность, потому что, как я уже сказал, это публичная компания, акции котируются на бирже, соответственно, большие расходы влияют на доходность компании и непредвиденный результат в случае проигрыша также ляжет, так сказать, негативным фактором на отчетность компании. Потому что, как моя коллега сказала, помимо самих расходов, если все-таки, так сказать, иск будет проигран, то данные расходы возмещать инвестору не придется. Так называемые безвозвратные инвестиции. Если вы инвестируете, например, в какие-то реальные активы, на которые можно потрогать акции, на нефть, валюту, то стоимость активов редко может упасть до нуля. Если вы купили акции по 100 долларов за штуку, то если стоимость их упадет, пусть даже на 20-30%, все равно вы сможете возместить какую-то стоимость этих акций. В случае с судебным финансированием, если ИСТЕС проигрывает, то ничего возмещать инвестору не нужно. То есть в данном случае страдает только инвестор. Это то, что касается, скажем так, интереса для тех компаний, у которых с финансированием все хорошо. Поэтому здесь я раскрыл мотивы, почему данная компания и на Западе у нас стали, узнали про то, что существуют эти возможности. и стали пытаться использовать данные возможности. То, что касается тех компаний, у которых, скажем так, все-таки не хватает денег на финансирование, это тоже есть примеры, они, скажем так, более многочисленные. Когда компании пребывают, скажем так, сами в предбанкотном состоянии, в предбанкотном состоянии, и, соответственно, у компании у самой есть уже просрочка по исполнению обязательств, поэтому для них, во-первых, критично что-то взыскать со своего контрагента, но в то же время они не готовы, и не то, что не готовы, у них нет возможности тратить какие-то существенные средства, допустим, на хороших юристов, на какие-то экспертизы, на проведение оценки для взыскания этих средств. Приведу просто один небольшой пример, который у нас был в нашей практике, здесь в России, потому что западных примеров можно, конечно, приводить много, но думаешь, что интересы из российской практики. То есть к нам обратилась одна компания сибирского региона, это Алтайский край, сама находилась на момент обращения, скажем так, в состоянии предбанкротном, то есть были проблемы с исполнением обязательств, но в то же время были, так сказать, достаточно приличные, у них дебетовская задолженность, то есть им тоже были должны, но у них не было денег судиться, там были сложные споры именно в плане доказывания, то есть нужно было проводить экспертизу о том, что был нанесен ущерб, соответственно, денег на это не имелось. Да, если говорить про конкретные цифры, вот здесь были вопросы, то есть инвестор, в том случае, по которому я сейчас говорю, затраты были там не такие большие, потому что это был все-таки регион, регион, скажем так, отдален от Москвы, там обычно затраты не такие высокие, то есть инвестор потратил на оплату судебных расходов около 500 тысяч рублей, но спор закончился даже быстрее, чем предполагалось, чем мы оценивали, потому что в суде было заключено мировое соглашение, то есть где-то через полгода, соответственно, получил из СЕЦ деньги, после начала спора, а инвестор заработал на этом где-то около, то есть скажем так, 500 тысяч, заработал около 2,5 миллионов, то есть числый доход его составил 2 миллиона, то есть если смотреть за полгода, то есть понимать, что это доходность в сотни процентов, то есть заработать на каких-то других, скажем так, активов, в том числе на российском рынке, не говоря уже про западные, где ставки там по депозитам, особенно в евро, вообще сейчас отрицательные во многих странах, то есть это очень интересно, скажем так, инструмент, это то, что касается того интереса, который есть у компаний, у которых есть деньги, у которых нет денег, и как это работает, соответственно, ну в целом, я думаю, считаю, что долго тут больше не стоит разговаривать, в общем, сейчас мы постараемся ответить на ваши вопросы, которые вы сейчас собрались, а я вот еще, да, и еще вот, например, вот такие случаи, иногда на вопрос, почему ребята бы не судились, когда попадали к нам интересные дела, понимаешь о том, что внутренняя команда юристов не могла точно оценить ни сроки рассмотрения, ни затраты по этому делу, риски были большие, даже перспективы этого дела были непонятны, ну как бы они были неочевидны, непонятно, сколько можно было взыскать, но когда эти дела попадали вот как бы в команду аналитики, мы понимаем, что это не из самых интереснейших дел, просто когда-то заключались контракты с арбитражной оговоркой, что такое коммерческий, международный коммерческий арбитраж, там не во всех компаниях себе это хорошо представляют, но представляют, что это дорого и долго, без понятных перспектив, и вот такие дела тоже финансировались достаточно успешно, потому что они были, хоть и не простые, но тем не менее перспективные, они находили инвесторов, они финансировались как на территории Российской Федерации, когда была арбитражная оговорка и споры проходили, ну, например, в том же МКСе, а потом требовались деньги для приведения исполнения на других иностранных юрисдикциях, и также, в общем, это заканчивалось положительно и для инвестора, и для страны, поэтому иногда просто не хватает компетенции у внутренней команды, и не хватает уверенности у директора взять на себя вот эти вот риски непонятные, да, как бы заложить на акционеры, и иногда выбирают, когда вам стоит перед выбором между тратить деньги на развитие производства и на основную деятельность, нежели на длительные суды и так далее, то выбирают, просто для некоторых компаний есть очевидные суды, которые у них происходят из года в год, однотипные, да, и у них есть практика, а есть и редкие случаи, да, которые, с которыми компании не сталкиваются, не понимают их, и перспективы их ждут. А вот насчет компаний, которые несут одни и те же системные судебные издержки, например, типовые споры, стали возникать следующие практики, так называемое портфельное инвестирование, когда инвестор финансирует не одно дело, а целый набор категории дел однотипных, понимая, что, в общем, уже есть положительная практика, но, соответственно, у компаний будет в данном случае отсутствовать расходы на судебные издержки. Поэтому, в общем, по какой причине компании не судятся, они бывают разные, отсутствие денег, большие риски, нет компетенции, либо, как вот, например, у банков, у них очень много дачальных предприятий, которые судятся, большие издержки, и всех финансировать просто невозможно. Поэтому причины, по которым привлекаются финансирования, могут быть самыми разными. Так, теперь мы начинаем, начинаем с вопросов. Так, значит, был вопрос, один инвестор или несколько? На самом деле, как правило, это всегда один инвестор, потому что на Западе это точно один инвестор будет финансировать, ему тоже, в общем, здесь не такие большие были издержки, чтобы была необходимость в привлечении нескольких инвесторов, чтобы один не смог покрыть. Как проще, и, в общем, какой смысл набирать это не краудфандинг, не краудинвестинг, это все-таки немножко другое. Поэтому, как правило, да, это один инвестор. Да, я добавлю здесь про количество инвесторов, это даже удобнее, скажем так, непосредственно для истца и для команды юристов, которые работают, представляют интересы, когда один инвестор, потому что, если будет несколько инвесторов, правильно моя коллега сказала, это не краудфандинг, это все-таки инвестиция, и чтобы не было споров, так сказать, между инвесторами, там, потому что, да, могут возникать какие-то непредвиденные ситуации, допустим, требуется там дополнительное финансирование по ходу процесса и так далее, чтобы, так сказать, не уговаривать, к примеру, там, 5 или 10 инвесторов, там, и у всех, кто-то будет против, тогда все встанет, то есть проще, конечно, работать, и обычно это 99% случаев, это все-таки один инвестор. Следующий вопрос. Влияет ли инвестор на позицию по делу выбор юрподдержки юристов? Естественно, инвестор не может и не должен влиять на ход рассмотрения дела, потому как есть юридическая команда, которая работает, соответственно, представляет интересы истца, но так как у инвестора, у истца в данном случае исключительно один и тот же интерес, это максимально выиграть в данном деле, то, конечно же, инвестору очень важно, кто та юридическая команда, которая сопровождает данный кейс. И в данном случае, если истец приходит к инвестору уже с юридической поддержкой, то, соответственно, инвестор может отказаться и попросить истца менять, усиливать позицию юридическую, если она его не устраивает. И здесь уже выбор за истцом, конечно, он может сказать нет, и тогда, соответственно, нет и нет, либо все-таки он будет прислушиваться к инвестору, потому что, как правило, инвесторы первое, ну и одно из первых, на что обращать внимание, кто те юристы, которые будут ввести данный кейс, и их история успеха. Поэтому, да, инвестор может отказаться в случае несогласия, но влиять, конечно же, напрямую, нет таких рычагов у инвестора для этого. Но вот на Западе, например, там где-то уже и приняты законы, по этому поводу, где-то регулируются кодексом поведения для инвесторов, а там это прямо запрещено. У нас пока что, так как ничем не регулируется, каких-то запретов нет, но понятно, что в силу просто не на что инвестора, в общем-то, давить, если истец не хочет, он просто не заходит в эту сделку, и, собственно, все. Был еще вопрос, какая пропорция по выигрышу между инвестором и с сумм, то есть пропорции могут быть разные, то есть, скажем так, от 10 до 50% от выигрыша, но в среднем это и по западному рынку, и у нас в среднем это где-то около 30%, то есть инвестор забирает, скажем так, хочет забрать себе 30% от суммы выигрыша, то есть потому что, как я уже сказал, инвестиция высокорискованная и безвозвратная, то есть если инвестор проиграл, то он не возвращает ничего, поэтому здесь процент он хочет, соответственно, повышенный, то есть, как я уже сказал, в среднем до 30%. От чего это зависит? Ну, зависит от многих разных факторов. Понятно, что чем сложнее дело, чем оно непредсказуемое, чем оно длительнее, в том числе, тем у инвестора, соответственно, у инвестора больше риски, в том числе и по срокам, и по деньгам, и, соответственно, он хочет больше процента, это может доходить до 40% до 50% от суммы выигрыша. Если, скажем, дело там проще, то можно договориться и на 15%, и на 20%, но в среднем это варьируется там 30-35%, вот где-то такой процент. То есть за меньшую сумму вряд ли там инвестор будет работать, то есть за 5% никто не работает на таком уровне. Ну, это либо, да, это либо будет процент от взысканной компенсации, либо это будет соотношение там, к инвестициям один к трем, или там, один к двум, и так далее. Это вопрос договоренности сторон, и опять же, инвесторы отличаются разительно между собой, так же, как и СЦ, поэтому это исключительно вопрос договоренности. Еще был вопрос, как ограничиваются расходы. Ну, всегда юридическая команда будет составлять бюджет по делу, в котором будут прописываться максимально-максимально все возможные затраты, и, конечно же, этот бюджет может быть некий, некая, так сказать, некий люфт, и некий, так сказать, как это, некие договоренности, что, например, бюджет может быть превышен на определенные суммы, которые, предположим, невозможно учесть заранее. Но, тем не менее, все равно есть понимание, есть все основные моменты, которые компании, как юриста, так и инвестора просчитываются и закладываются. Потому что, что спрашивают, можно летать эконом-классом, можно летать бизнес-классом, но, безусловно, это все прописывается в приложении к договору или в самом договоре. Еще вопрос, сейчас появился дью-дел бесплатный для ИСА, кто именно его проводит, сколько по времени. Для ИСА, дью-дел бесплатный проводит его в зависимости от сложности дела. То есть, если дело, то есть у нас, я имею в виду, в компании-платформе есть собственная команда юристов, которая может, так сказать, снилить либо сторонней юристы, юридические компании, с которыми у нас есть партнерское соглашение, то есть одно крупных российских компаний. У нас есть партнерские соглашения, в соответствии с которыми они, так сказать, взаимовыгодные осл Services, яazard, выгодные ослова, то есть, если эта компания юридическая, мы передаем им какую-то кейс на оценку, на поведение, так сказать, оценки перспективности данного дела, И компания, видя, что это дело перспективно, то есть она имеет, так сказать, право первое, так сказать, забрать это дело себе. Если уисит санит юристов, компания оценивает юридически, говорит, дело перспективно, я готов его вести. То есть таким образом компания, да, проводит юридил бесплатно, но для нее какой бонус, что она может получить этого из цитата, то есть как клиента. И таким образом мы обеспечиваем некий поиск клиентов, опять же, бесплатный. Поэтому, да, для ССА это полностью бесплатно, он не несет никаких затрат и получает, так сказать, заключение. То есть есть ему смысл судиться, нет. То есть понятно, что по части дел заключение может быть отрицательное, тогда это в том числе польза для ССА, он понимает, что ему нет смысла ни чужие деньги тратить, ни собственные, потому что, ну, это дело при всем, так сказать, при том, имеет небольшие шансы на выигрыш. Это может быть не только правовые, так сказать, оценки самого дела. То есть дело может быть само очень перспективно, там, скажем, 90% вариант на выигрыш. Но ответчик может быть настолько проблемный, скажем, какая-то компания, у которой вообще ничего нет, вы бы говоря, там, два стола и стул. Вот. И, соответственно, в этом случае будет отказ, потому что ответчик, ну, явно не трудоспособный и просто судиться для того, чтобы получить решение суда и повесить его на стену, ну, это не будет ни инвестор делать, ни уважаемая юридическая компания, с которыми мы сотрудничаем и которых мы финансируем. Вот. И еще добавлю, здесь еще вопрос, кто будет инвестором. Если российские инвесторы, они далеко не все имеют свои там аналитические службы, они, например, полагаются на заключение экспертов, юристов или наши. Если это будут западные инвесторы, мы с ними сотрудничаем по всем делам, которые требуют приведения в исполнение, либо судебные споры проходят на иностранных юрисдикциях. Соответственно, у них у всех есть большие юридические департаменты, так же, как финансовые, и вне зависимости от нашей оценки они еще пройдут обязательно свое, потому что, ну, это вот высокорискованные инвестиции требуют такой детальной, детальной оценки. Но для ИСТА это всегда хорошо, потому что действительно он ничего не тратит. Так, следующий вопрос. За какой период целесообразно обращаться к вам? На практике как долго длится процесс оценки, поиска инвестора, обсуждение договоренности? На самом деле, к нам стоит обращаться, как только у вас появился потенциальный иск, или вы собрались судиться. Как долго длится процесс оценки, поиска инвестора, на самом деле, в зависимости от того, как быстро предоставляют документы. Если все очень быстро и оперативно, а у нас можно все это сделать в режим онлайн, загрузить все, и, ну, как правило, в течение недели мы даем предварительный ответ, что если нет, то будет сразу понятно. Если да, могут быть запрошены дополнительные документы, может быть, скайп проведен или встреча для понимания. Но, в общем, и в целом, в среднем, где-то в районе месяца мы можем при взаимной, быстрой работе, мы работаем быстро. Главное, чтобы та сторона работала быстро. В принципе, я думаю, что в течение месяца можно, так сказать, упаковать этот кейс и начать работать. Я имею в виду уже с инвестором. Так, а вот что именно делать, куда идти, какой пакет готовить? Смотрите, для начала у нас очень простая форма, которую нужно запомнить. Кто естеств, кто ответчик, о чем спор, какая сумма иска, какая приблизительная сумма инвестиций, если вы знаете, если не знаете, ничего не написать. И основные документы, самые простые, откуда это вытекает, договор, это уже какой-то судебный акт, для того, чтобы мы могли оценить основные вещи. Дальше мы уже запросим конкретные документы, которые потребуются или, возможно, ничего не потребуется, потому что сразу будет понятно, что данная кейс не подходит. Поэтому мы не заставляем всех слать сразу огромное количество документов, достаточно первоначального, ну, основного набора. Размер спора имеет значение? Конечно, имеет значение, потому что, ну, все спорные должны быть заинтересованы. То есть, если там маленький спор, я не знаю, там на миллион рублей, ну, скорее всего, наверное, там и затраты будут, я не знаю, там 100 тысяч рублей. Я думаю, для компании 100 тысяч рублей, наверное, найти, это все-таки не физлицо, это реально. И вопрос, в чем будет участвовать инвестор, и как кто здесь будет зарабатывать. Поэтому, конечно, имеет значение. В среднем, как показывает практика, все-таки деньги нужны там, где спор от миллиона долларов. Но, возможно, присылайте, если есть другие идеи, давайте посмотрим. Инвесторы все разные, кому-то интересно финансировать, инвестировать небольшие суммы, рынок только зарождается. Возможно, мы сможем найти инвестора на не очень небольшое дело. Что касается, да, вот еще этого вопроса, то есть, как уже моя коллега говорила до этого, то есть, важна здесь пропорция, скажем так, ну, на западном рынке уже выработалась многогодичной практикой. То есть, расходы на ведение дела, то есть, это имеется в виду все судебные расходы, включая юристов, там, экспертизы, какие-то оценки, пошлины и так далее, они должны превышать 10% от предполагаемой суммы выигрыша. То есть, даже если это будет, скажем так, большой спор, то есть, не факт, если вы принесете там спор на миллион долларов, то обязательно эта сумма, так сказать, устроит инвестор, потому что если спор на миллион долларов, а предполагаемая затрата на судебные тяжбы, к примеру, если этот спор, там, предполагается рассматриваться где-нибудь в Лондоне, в Адвитражении, в Нью-Йорке, то есть, предполагаемые расходы могут состоять также миллион долларов, а для инвестора, я говорю, то есть, уже не 10%, а 100% получается. от суммы предполагаемого выигрыша, и в этом случае, конечно, инвестор финансировать, ну, вряд ли будет, потому что, я говорю, вот, расходы, по сути, равны или даже могут превышать сумму иска, даже если он, скажем, там, миллион долларов. То есть, это смотря, говорю, какая юрисдикция. В российской юрисдикции, да, это, так сказать, у нас один из плюсов, это, что судебные расходы все-таки не такие большие, как на Западе, поэтому здесь, там, так сказать, и спор с недостаточно большой суммой, скажем так, по мировым меркам, может подходить под финансирование. На Западе, это, скажем так, другие суммы, особенно в таких вот крупных, там, городах, там, типа Нью-Йорк, там, Лондон, где затраты на юристов большие, в первую очередь, на хороших. Поэтому здесь, ну, от случая в случай, то есть, нужно оценивать, в том числе и размер затрат. Так, инвесторы у вас не только российские, но иностранные, и процессом подбора инвесторов вы полностью сами занимаетесь. Да, инвесторы у нас не только российские, но иностранные. Почему? Западные инвесторы вообще ничего не готовы финансировать на территории Российской Федерации, поэтому все, что мы профинансировали здесь и финансируем, это только благодаря российским инвесторам. Что касается на Западе, то как раз по тем делам требуются значительные инвестиции, профессиональные инвесторы, которые могут оценить риски и так далее, поэтому там как раз мы работаем с западными. Да, мы занимаемся сами подбором, потому что, ну, во-первых, это экономит весу огромное количество времени, он, конечно, может сам начать искать инвесторов, бегать по рынку, но просто так как мы знаем, с каким делом, к какому инвестору лучше идти, мы делаем это быстро и достаточно профессионально. Соответственно, в принципе, может быть несколько инвесторов на один и тот же кейс, мы можем обсудить условия с ИСОМ и договориться, в общем, именно с тем, с кем всем будет комфортно. Опыт спора в каких юрисдикциях есть, имеет ли значение юрисдикция для инвесторов? Ну вот в продолжении того, что отвечали, да, имеет значение юрисдикция для инвесторов, для российских инвесторов проще, понятнее, наверное, инвестировать здесь и суммы, потому что все-таки меньше. Для западных инвесторов это только западные юрисдикции, не обязательно Лондона, но только не Российской Федерации, есть у них такое предубеждение к нашим судам и даже пока что еще к коммерческим арбитражам, но тем не менее они сюда заглядывают, интерес у них есть, мы знакомимся, они приезжают в гости, возможно, со временем, и вот когда будут двигать сейчас законодательные изменения, возможно, иностранные инвесторы придут и будут финансировать что-то здесь. А опыт споров в каких юрисдикциях искали, находили это в Нью-Йорке инвесторов, очень много с Лондоном споров, это одно из таких основных моментов, и там очень много различных инвесторов под различные кейсы, но, понятно, Российская Федерация, наверное, вот основные. Так, потом вот, Саша, вопрос про договор, если это с вами заключается, вот здесь надо, наверное, пояснить, что есть несколько форм, как мы можем работать с тем, кто что-то заключается. Да, это зависит от юрисдикции, если это юрисдикция западная, то там, что намного проще, особенно в тех странах, где это законодательно урегулировано, допустим, в Соединенных Штатах, ну, не во всех штатах там, потому что законодательство там на уровне штатов принимается, в том числе, поэтому в тех штатах, где это урегулировано, то там все просто, заключается многостороннее соглашение, то есть это соглашение, в котором участвует и инвестор, и стец, и та юридическая компания, которая ведет дело, то есть, чтобы в одном документе были прописаны все там обязательства, все какие-то там непредвиденные моменты, там дополнительные расходы, если какие-то могут возникать, кто их как покрывает, в каких случаях, и так далее, то есть там это все достаточно просто. То, что касается Российской Федерации, как бы сказал моя коллега, у нас это на законодательском уровне не урегулировано, то есть нет каких-то видов договоров в гражданском кодексе, как судебное финансирование, поэтому здесь немножко приходится изобретать велосипед, и в данном случае какие-то многосторонние соглашения не заключаются, то есть заключается договор непосредственно, мы заключаем как платформа договор с ССОМ, вот, мы можем, так сказать, некоторые дела, здесь обмолвусь, мы финансируем в том числе сами, то есть, ну, это зависит, так сказать, от суммы, опять же, инвестиций, вот, в данном случае тогда инвесторам выступали мы сами, как компания-платформа, и в данном случае это прямой договор с ССОМ, мы сами дела в судах не ведем, то есть мы не представляем интересы ССО, то есть мы либо сами финансируем, либо обеспечиваем привлечение стороннего финансирования, то есть в любом случае мы привлекаем, скажем так, на судподряде юридическую компанию, которая представляет интересы ССО, и, соответственно, в данном случае деньги поступают не напрямую ССО, то есть чтобы было понимание, что ССОМ, ну, это на Западе, и у нас так, ССОМ напрямую ничего не получает, это опять же, чтобы снизить риски того, что ССОМ использует данные деньги нецелевым способом, то есть денежные средства поступают от инвестора непосредственно юридической компании, которая ведет дело, то есть, соответственно, если финансирует компания платформа, то непосредственно от нас поступают, если мы привлекаем какого-то инвестора стороннего, то, соответственно, инвестор также оплачивает услуги той юридической компании, которую мы привлекли, и здесь в данном случае мы с инвестором тоже заключаем соответствующий договор, то есть в нашей российской действительности это несколько договоров, в каждом из которых прописываются соответствующие обязательства, то есть у нас договор с ССОМ, мы привлекаем юридическую компанию, как я уже сказал, в случае стороннего финансирования предлагается сторонний инвестор, с которым заключается отдельный договор, то есть схема вот примерно такая. Еще вопрос, что будет в случае, если оценки и фактические результаты будут различаться? Ну, имеется в виду предварительные оценки на успех, видимо, на шансы, да, и результаты, например, проигрыш. Но, да, это, в общем, неудача для инвестора, это потеря инвестиций, потому как они ничем не защищены и вносят невозвратный характер. Поэтому вот такая глубокая оценка дела и происходит, и, соответственно, не так много дел берется в работу из того, что поступает. Вот мы с западными коллегами постоянно встречаемся на форумах и просто на встречах, кто в Лондоне, кто в Москве, общаемся, и на вопрос, какой процент из всего поступающих вам дел попадает в работу, будет, наверное, вызывать один или два процента. Именно как раз по этой причине, потому что высокие риски, высокие риски, в принципе. Вопрос про NDA, да, заключается в обязательном порядке NDA, заключается как с ССО, как с юридической компанией, которую он привлекает, то есть со всеми сторонами, которые участвуют в данном сфоре и, соответственно, с инвестором. То есть в юридической компании, как я уже сказал, в любом случае в договоре с инвестором, в соглашении с инвестором, соответственно, по договоренности с ССО прописаны могут быть разные условия. Либо мы имеем право, как посредник, вести переговоры, представляя дело, так сказать, любым инвесторам, либо, естественно, в силу каких-то своих соображений может ограничить, так сказать, категорию инвесторов, к которым мы можем обращаться. К примеру, некоторые хотят, что вот мне нужны только вот западные инвесторы, там, с русскими не хочу связываться, либо наоборот, мне нужны инвесторы только в России, пожалуйста, там, на английских инвесторов, там, на американских не выходите, вот, ну, когда это прописывается все в соглашении, мы тогда, соответственно, информацию не раскрываем. Либо, может быть, в соглашении прописано, что каждый случай раскрытия информации к какому-то инвестору, мы должны предварительно согласовывать с ССО, то есть мы их все уговорим, что мы нашли, вот, есть потенциальный инвестор. Информация в любом случае инвестору предоставляется сначала обесличенная, она и на нашем сайте размещается, и предоставляется для первичного анализа, то есть там не указывается ни название, компании, скажем так, ни ИСЦА, ни ответчика, ни какие-то там другие, там, скажем, персональные данные или детали, там, физических лиц, то есть по которым нужно установить там между тем спор и чего он там касается, потому что, по сути, как сказать, для предварительной оценки этого не требуется. Если уже инвестор говорит, да, что мне дело это по своей сути, по существу интересно, я считаю его перспективным, но мне нужно понимание, кто ИСТЕЦ, кто ответчик, что вообще за компанией, кто с кем судится, когда мы в ИСУ говорим, допустим, что есть такой потенциальный инвестор, его твое дело заинтересовало, то есть если готов раскрывать, мы тогда информацию раскрываем. То есть я говорю, ну, это делается, я говорю, в зависимости от тех условий, откуда прописано в соглашении. Как я уже сказал, с некоторыми местами прописано, что мы имеем право предоставлять информацию, то есть любому инвестору, то есть, ну, это ускоряет, скажем так, процесс, нежели чем каждый раз своего слова. Здесь надо сказать, что на хороший кейс будет, как правило, несколько инвесторов, потому что, в общем, как раз у ИСТОВ, как правило, с хорошими кейсами нет проблем найти инвестора через нас. Помогаем ли мы в части подбора юриста? Безусловно, помогаем. Часто бывает так, вот у нас, по крайней мере, в нашей практике в большей степени ИСЦИП нам приходит без юридического сопровождения. То есть именно не юридические команды их приводят, не знаю уж по каким причинам, а именно сами ИСЦИП узнают о том, что есть такая услуга и приходят там напрямую, и у них еще нет команды. Либо есть команды, но мы понимаем, что не всегда то, что там в первой пятерке, и то, что дорого, не всегда означает именно знак качества и хорошо. Не всегда в региональных судах нужна компания московская, крупнейшая, которая будет летать в суды. Есть много региональных успешных компаний, которые специализируются на подобных кейсах, и мы тоже советуем и тоже предлагаем. Особенно если у нас такая помощь, так сказать, требуется, и как раз ИСЦИ указывают о том, что нужна не только финансирование, но и юридическая команда, да, мы подбираем. Подбираем среди партнеров, подбираем путем размещения кейса и расслуга по базе наших компаний юридических, с тем, чтобы тем, кому интересен данный кейс, откликались и предлагали свои условия. Таким образом, ИСЦИ еще, помимо всего, как бы проводит тендер среди юристов и может выбрать, ну, наиболее подходящие по всем критериям. Критерии успеха в определенной категории дел, критерии стоимости услуг, ну, и прочих моментов, которые являются важными. Так, не знаю, по-моему, ответили на все вопросы, которые были. Можно получить поддержку споров в госорганах? Ну, здесь, опять же, нужно смотреть, какая категория спора. Есть ли спор о просто, там, мы вначале, может, не обмодлились об этом, то есть, либо недостаточно подробно. Инвестные интересны споры, когда в конце, то есть, речь идет о выигрыше какой-то денежной суммы. Есть ли спор просто, скажем так, о признании права или о признании действительного, когда споры в госорганах, там, признание действительного какого-то ненормативного правового акта, допустим, там, признание незаконным, там, решение, там, налоговой инспекции, там, о привлечении к ответственности, то в этом случае, как бы, в конце инвестра деньги не получает, поэтому в такие споры он, к сожалению, не инвестирует. Если речь идет о взыскании денежных средств госорганов, вот, то почему нет, то есть, как бы, это нужно смотреть по конкретному делу, ну, как я уже говорил, что этот спор должен быть денежный, то есть, не какой-то спор, по результатам которого, просто, так сказать, устанавливаются какие-то факты, признается что-то недействительное и так далее. То есть, на какие-то вопросы мы не ответили, которые были в начале, да, можно еще раз повторить, потому что, возможно, какие-то вопросы мы пропустили. Взыскание очень приличной суммы, пишет нам Лев. Да, взыскание очень приличной суммы, это тот случай, который как раз теоретически может быть интересен инвесторам, поэтому заходите к нам на платформу, заполняйте очень простую заявку, и либо мы свяжемся, если давайте через звонок, через консультацию, сообщение начнем со скайпа, и вы что-то пришлете, мы посмотрим. Запросы в основном по РФ и зарубежные суды. Вы знаете, уже, наверное, 50 на 50, я бы сказала, то есть, это запросы и по судам в РФ, но это в том числе могут быть и не только государственные арбитражные суды, но это могут быть и международный коммерческий арбитраж, и зарубежные суды, в том числе и признание, приведение в исполнение, в том числе и на поиск активов, в том числе, ну, какие-то еще там споры. Ну, в основном, да, то, что касается, как я уже сказал, споров по России, это чаще всего обращаются к компаниям, которые все-таки, скажем так, для них это высокие затраты, они не хотят тратить деньги, для них нет возможности. По зарубежным судам, как я уже сказал, так сказать, в начале своего вступления, то есть, это чаще всего обращаются компании крупные, которые судятся за рубежом, и это как, я бы уже сказал, взыскание денежных средств, либо приведение в исполнение каких-то российских решений, то есть, к примеру, в деле банкротства получили решение о привлечении к субсидиарной ответственности, взыскании, увы, так скажем, с собственника или с руководителя, у него есть активы за рубежом, как обычно, где-то в Лондоне, там прячется, во Франции, там, в Америке, там, в Майами, допустим, вот, какие-то там квартиры, там, прочая недвижимость, там, счета в банках, то есть, в этом случае, конечно, поступает запрос на постфинансирование за рубежом и на взыскание денежных средств за рубежом. Ну, сказать, что сейчас это что-то превалирует, сложно, как сказал мой коллега, это где-то 50 на 50, но если исходить по суммам все-таки, по суммам, наверное, больше, если смотреть по количеству 50 на 50, если по суммам, то это все-таки больше на западной юрисдикции, потому что, как мы уже сказали, на Западе как суммы самих исков, так и суммы расходов существенно больше, поэтому если смотреть по суммам, как расходов, так и по суммам самих исков, то это все-таки западные кейсы будут превалировать, да, потому что там могут быть, ну, очень огромные суммы даже по одному иску. Вопрос, коллеги, речь идет о финансировании в разных инстанциях? Да, это могут быть в разных инстанциях и на разных стадиях рассмотрения дела. В общем-то, это можно с нуля еще, иск как таковой отсутствует, вот тут есть только нарушение договора, и вы еще думаете о том, судится вам или нет. Так это может быть уже и начало судебных разбирательств. У нас был, кстати, случай, когда истец судился достаточно долго в нью-йоркских судах, потратил уже там прилично, он уже просто, так сказать, был обезможен от финансов благодаря юридическим командам, при этом ему что-то уже удалось выиграть, но нужны были еще средства для продолжения, и вот он обратился на этой стадии. Иногда обращаются на стадии, все выиграно, но нужно привести в исполнение, например, тоже. Либо отвечут, продолжают изматывать апелляциями и касациями, да, и нужно тоже устоять. Поэтому, да, инстанции могут быть разные, но, конечно, вы понимаете, если вы три инстанции уже проиграли и считаете, что вот только сейчас Леховный суд вас спасет, конечно, здесь надо понимать, что шансы на привлечение инвестиций будут малы. И не ведут поддержки после проигрыша первой инстанции. Да, возможно, да, потому что вопрос, почему был проигрыш, потому что, в принципе, не было возможности там никакой выиграть, либо это юристы так поработали. Ну, нужно смотреть, это дело в дело, потому что почему отказал суд первой инстанции, если там действительно есть какие-то основания для оспаривания, это одно. Ну, если суд первой инстанции отказал, к примеру, что пропущен там срок исковой давности, грубо говоря, надо было с иском обратиться там, 10 лет назад обратились только сейчас, ну, здесь какой-то инвестор в ряде будет финансировать, то есть заведомо пробует проигрышное дело, потому что здесь даже по существу нечего разбираться, здесь просто какие-то пропущены сроки, и поэтому вот отказ. Коллеги, вот кому эта тема действительно интересна, и вот кому интересно погрузиться в детали, у нас есть подборка статей, которые мы писали в разное время для различных изданий, как раз, которая касается отчетности, для планирования расходов финансовым директорам другим ответственным за бюджетным лицам компании, по необходимым данным по судебным издержкам, там у нас, наверное, статей как 6 или 8 на эту тематику, присылайте нам свои координаты, вы вам обычно прочитаете более подробно, вникните в тему, если потом возникнут вопросы, можно будет еще нам через обратную связь или через почту нам прислать. Также мы можем выслать более подробную презентацию, включающую и как инвесторы зарабатывают и так далее, то есть кому эта тема близка, и потенциально, может быть, если не сегодня, а завтра, возможно, заинтересует, мы готовы пообщаться дальше. Куда высылать? Можно зайти к нам на нашу платформу, у нас есть сайт, у нас есть почта, у нас есть телефон, обратная связь, у нас есть соцсети, поэтому через любой канал связи связывайтесь, оставляйте, мы вам вышли в подборочку статей, наши презентации, форму, которую заполняют листцы, когда они к нам обращаются, это будет практически вам интересно, возможно, так часто бывает, что сегодня тебе это не надо, а завтра тебе это понадобилось, и ты... вот, отлично, да, платформа online.ru, это наш сайт, на нем вы найдете все средства связи с нами, и какие подборки все участники вебинара получат, и там уже можно будет посидеть, почитать детали и нюансы, потому как, мне кажется, тема для всех новая, и, наверное, возможно, какие-то вопросы могут появиться только с течением, так сказать, погружения в эту тематику. Ну, а если есть какие-то конкретные кейсы, присылайте, мы их разберем, и, например, если нам будет интерес к продолжению тематики, например, на следующем вебинаре можно поразбирать конкретные кейсы, которые вы нам присылаете, какие подходят потенциально, какие не подходят инвесторам, почему, на что здесь может рассчитывать истец, приблизительные бюджеты посчитать и посмотреть, и провести такой, так скажем, мастер-класс по привлечению инвесторов. Вот, наверное, как-то так. Так, если не ответили на какой, на чей-то вопрос, пожалуйста, повторите. Если на все ответили, ну, тогда мы молодцы, за час и 10 минут мы уложились. Так, спасибо, коллеги, за обратную связь. Нам очень важно, что мы время зря ничего не потратили. Надеемся быть полезны. Вопросы про страховку. Можно еще раз повторить про страховку, о какой страховке идет речь? Ну, на Западе, да, наверное, про страховки, которые риски инвесторов страхуются, да, компаниями. Этот, нет? Ну, сейчас, да, сейчас печатают. Ну, то, что касается страховки, если речь идет о страховке, страховании риска инвесторов. На Западе, скажем так, страхуются не сами риски инвесторов, а риски предъявления, скажем так, встречного риска. Потому что, понятно, когда вы подаете риск в суд, то вам могут предъявить встречный риск. И в этом случае могут быть дополнительно, так сказать, возникнуть у инвестора расходы, которые он там должен покрыть по делу, потому что возрастает, так сказать, объем. И также к ИСУ могут быть предъявлены, скажем так, если дело все-таки проиграно, к ИСУ могут быть предъявлены к взысканию судебные расходы, понесенные ответчиками. Вот это на Западе зачастую страхуется, там это очень развито, ну, особенно в тех юрисдикциях, где развитое судебное финансирование. Это Великобритания, Австралия, Соединенные Штаты. То есть там многие страховые компании сами предлагают такие услуги по страхованию риска инвесторов. То есть если предъявляются какие-то дополнительные расходы, возникает помимо тех, которые были прописаны, это там предъявление судебных расходов ответчикам в случае проигрыша, подача встречного риска, соответственно, до расходы. В этом случае страховая компания покрывает данные расходы, то есть не сам инвестор. То есть риск именно самого инвестора, что он там инвестирует, там может потерять, мы таких страховок не встречали, это опять же на страх и риск самого инвестора, потому что здесь, ну, в практике мы такой не встречали. Вот у нас, скажем так, пока на страховом рынке, насколько мы знаем, такой услуги нет, ну, в силу опять же того, что у нас этот рынок пока еще не очень развит, и поэтому страховые компании, скажем так, такой продукт не предлагают. Хотя, как я уже сказал, на Западе уже многие годы такие продукты предлагаются и в Штатах, и в Великобритании, и в Австрии. А интерес инвесторов объясняется высокой доходностью, ну, в случае при правильном анализе дел, и если этот инвестор начинает заниматься этим профессионально, системно, и набирает в портфеле инвестиций, то у него достаточно неплохая доходность, вот, наверное, что его привлекает. Не знаю, ответили на вопрос, надеюсь. Да, инвестор, то есть, особенно, если говорить про Запад, то есть, если на Западе, как я уже сказал, то есть, заработать, особенно в Банюте, то есть, посмотрите, самый крупный фонд, моя коллега уже сказала, это Бакфорд Кэпитал, он на мировом рынке самый крупный, то есть, он действует на рынке Штатов, Великобритании, Австралии, ну, больше Штатов, Великобритания. Соответственно, у них очень большой объем инвестиций, и у них можно посмотреть, соответственно, оценки рынков, вот, и в их отчетности они приводят следующую цифру, то есть, у них доходность инвесторов годовых, если процентов считать, то это где-то, как я уже сказал, 28, 30, 33 процента в районе 30 процентов годовых. Вот, соответственно, для американского рынка и там, всех прочих, то есть, это очень высокий процент, то есть, получить его на каких-то там других инвестициях проблематично. Вот, и все зависит от размера инвестиций, как я уже говорил, если размер инвестиций небольшой, вот я приводил один конкретный пример, то есть, инвестор выложил 500 тысяч рублей, через полгода, через 6 месяцев он получил чистый доход, то есть, он получил 2,5 миллиона, но свои затраты, и все, чистый доход он получил 2 миллиона, то есть, если посчитать это вложение в 500 тысяч, то это получается, там, сотни процентов, 400 процентов, это даже не годовых, это за полгода он получил. Вот, соответственно, от инвестора такой интерес получить такую большую доходность, где на других рынках, скажем так, он не получит. И второй момент, который мы, возможно, здесь не сказали, то, что касается всех остальных рынков, на рынок судебного финансирования влияют какие-то там политические, там, изменения, какие-то там санкции и тому подобное, то есть, вот на рынок нефти, там, на рынок акций, там, все это влияет, на рынок валюты, то есть, это постоянно колеблется и сложно предвидеть. То есть, на рынке судебного финансирования ни какие-то политические перипетии, там, ни, там, колебания, там, на каких-то там валютных, там, или финансовых рынках значения не имеет. И здесь главное, если ты оценил дело правильное, но перспективное, соответственно, ты получишь свой доход. Вот. Ты, если инвестируешь, там, допустим, в нефть, в валюту, там, или в акции, ты можешь, там, вот, сколько угодно, там, анализировать, но завтра, к примеру, там, какие-то иранские дроны разбомбят, там, какую-то нефтебазу, там, в Саудовской Аравии, и цены на нефть резко взлетят, и поставил, допустим, на понижение. Поэтому здесь, скажем так, для инвесторов, хотя и больше риск, мы более, мы считаем, предсказуемо, и поэтому, так сказать, инвесторы уходят от таких вот волатильных рынков, там, нефти, там, валюты и так далее, и смотрят вот на этот рынок судебно финансировать, потому что его все-таки проще прогнозировать и предсказать. Ну, опять же, да, для знающих инвесторов. Инвесторы только частные, не компании. На Западе и такие, и такие хатч-фонды, и публичные фонды, и частные компании, и у нас в Российской Федерации есть частные инвесторы, действительно, а есть компании, которые финансируют. На самом деле, в статьях, которые мы вышли, есть уже кейсы, которые попали с упоминанием компаний в прессу, которые привлекали судебное финансирование через платформу, и это как раз бизнес, который спонсировал, инвестировал в судебные разбирательства другого бизнеса. Поэтому, да, и частные, и компании. Ну, на Западе это чаще всего, как мы до этого сказали, это компании, потому что речь идет, во-первых, о более крупных суммах, которые, скажем так, частные инвесторы, там, ну, и не готовы, и не, скажем так, не потянут чисто, так сказать, в материальном плане, вот, когда речь идет, там, о миллионах долларов. Вот, поэтому есть специализированные фонды, как мы уже сказал, Barford Capital, это именно специализированный фонд, который финансирует различные дела, но они специализируются на очень крупных исках, там сумма иска у них должна быть не менее 20 миллионов долларов. Мы про сумму спрашивали, то есть, если сумма меньше 20 миллионов долларов, то, ну, идти к ним особого смысла нет, они его рассматривать не будут, даже исходя из суммы иска. Поэтому, ну, да, там, наверное, больше деления идет на то, что публичные фонды и частные фонды, а у нас сейчас пока что идет просто на инвесторы, на частные лица и компании. Да, еще, как сказать, один момент, то есть, некоторые, скажем так, инвесторы, которые в этом сами не очень разбираются, например, если Barford Capital, так сказать, именно специализируются на финансировании судебных процессов, на этом вы собаку съел, у них свой штат огромный юристов, финансистов, которые это все оценивают, вот. Есть другие, скажем, фонды, в том числе пенсионные фонды, то есть, из общения с того же Barford Capital, то есть, к примеру, пенсионный фонд там Норвегии, это известно, как сказать, инвестор, в том числе на мировом рынке, он вкладывает денежные средства в различные активы, и в том числе в последнее время он вкладывает деньги именно в финансирование судебных процессов, но не напрямую, потому что у него нет экспертизы, он, к примеру, вкладывает деньги, дает Barford Capital, а уже Barford Capital инвестирует, исходя из своей экспертизы, своего опыта, в те дела, которые он считает нужными. Поэтому есть инвесторы не профильные, они чаще всего инвестируют через такие специализированные фонды, а есть инвесторы профильные, это в том числе не такие большие, как Barford, то есть, там, скажем, десятки этих инвесторов и в штатах Великобритании, которые, ну, свою категорию дел, какую-то нишу рынка занимают и финансируют. Кто-то специализируется на конкретных делах, там, допустим, на защите там прав потребителей, кто-то по медицинским делам, кто-то там какие-то энергетические споры и так далее, у кого где есть экспертиза. Так, коллеги, есть ли еще вопросы? Или что? Можно завершать. Или мы завершаем? Спасибо вам большое за обратную связь, за вопросы, но мы не прощаемся. Ребята, вот наши контакты, пишите, присылайте конкретные кейсы, будем стараться быть полезными на практике. Спасибо. Всем тогда хорошей рабочей недели. Не знаю, как у вас, у нас светит солнце. Спасибо. Коллеги, спасибо большое. Прекрасное выступление, очень-очень интересно. Действительно много новой информации, я думаю, что и участники, судя по дискуссиям, по вопросам, которые достаточно активно задавались. Тема интересная. Друзья, давайте активнее изучать ее, будем внедрять в практику, будем экономить и получать доступ к физической помощи. Друзья, контакты, Ирина Александровна, обязательно у вас будут в другом центре. Практически, если вы вдруг не успели скопировать, то утром у вас будет видео, презентация и еще подарок от наших спикеров. Это результаты исследования, почему финансовые директоры во всем мире выбирают судебное финансирование. А я благодарю наших прекрасных спикеров и благодарю вас за этот прекрасный вебинар и прощаюсь сегодня с вами. Желаю прекрасного дня и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok